Салют, оперпосты! Меня зовут Алексей Андреев, и если вы смотрите это видео, значит вы подписаны на мой закрытый канал Бусти. Сегодня я бы хотел поговорить о начале своей карьеры и рассмотреть одну работу, с которой я, можно сказать, выстрелил в рекламную индустрию. Это был 2016 год. На тот момент мне казалось, что, чтобы попасть в рекламную съемку, в моем портфолио должны быть продуктовые кадры со всякими баночками Кока-Колы, там, не знаю, в общем, что-то, что говорит о том, что я снимал какую-то рекламу брендовую с какими-то известными компаниями. Ну, это такое читерство. На самом деле, многие во всем мире, и операторы, и режиссеры пользуются таким способом, чтобы набрать свое портфолио. То есть, вкладывают деньги, снимают за свой счет, снимают сами себе портфолио, организуют съемки. В общем, это называется спек-коммершал, спек-видео, то есть, специально снятые для портфолио ролики. Одной из таких работ является мой фудрил. То есть, я решил не снимать какие-то отдельные работы, там, со сценарием от и до. Я решил, что сниму целый рил, соберу из каких-то кадров, которые типа как будто из разной рекламы, которую я снимал, надерганы. Идея была в том, чтобы снимать все дома, пойти в магазин, купить кучу продуктов красивых, там, баночки, бутылочки, всякие пельмени, продукты, там, овощи, лимоны, помидоры, яблоки, там. В общем, что-то, самую красивую еду в магазине выбрать. Потом идея у меня еще была, чтобы покидать что-то в аквариум, то есть, поснимать, как какие-то предметы падают в воду. И очень мне хотелось снять запекание продукта. Я специально для этого купил духовку, чтобы в духовке запечь круассаны. Пришлось посмотреть пару рецептов в интернете, как испечь круассаны и так далее. Ну, надо сказать, что на следующий день, после того, как я выложил этот фудрилл на ресурсе под названием RealSource, то есть, это место, где операторы и режиссер выкладывают свои работы, а продюсеры и агентства там ищут, соответственно, исполнителей на свои проекты. Вот, на следующий день, после того, как я выложил там этот фудрилл, мне прилетело сразу три тендера, то есть, меня стали замечать, меня стали присылать приглашения на рекламные ролики, и буквально там через месяц-два я уже снимал рекламу для Lace, для Хрустим сухариков и так далее. Вот, поэтому давайте посмотрим, что это за работа, как я ее снимал, и пройдемся по каким-то кадрам, расскажу, какой там был свет и так далее. Начну с того, чем я вообще располагал, какой был бюджет этой съемки и какое у меня было оборудование. Значит, у меня были два источника света своих, какие-то китайские RayLab'ы или что-то, в общем, это такой прибор, в который вкручивается много лампочек и надевается софтбокс такой небольшого размера. У меня было два таких источника и две такие вытянутые светодиодные панельки Yangnuo. В общем, у меня было две панельки и два софтбокса. Что касается камеры, у меня была своя камера Red One с сенсором Mysterium X, и надо сказать, что я этой камерой пользуюсь по сей день. Это очень хорошая камера с очень хорошим сенсором, с динамическим диапазоном широким, с разрешением 4,5К. Также она давала небольшие рапиды, то есть 100-120 кадров в секунду из нее можно было вытянуть. Из оптики у меня были вот такие объективчики CES, которые я еще вместе с Red покупал. В основном я снимал на полтинник и на 85-й объектив, используя макродиоптрии. Макродиоптрии, какие-то обычные фотодиоптрии, такие накручивающиеся на объектив. Также в магазине Leonardo я купил несколько таких небольшого размера, там где-то метр на полтора, такие черные и белые фаны, которые я просто использовал в кадре, поскольку у меня в квартире особо-то фанов никаких нету, там где-то мебель была, там желтые обои некрасивые. Поэтому я купил вот эти панели в магазине Leonardo и подставлял их просто под задник, чтобы у меня был какой-то симпатичный фон. Все продукты я решил покупать в магазине Азбука Вкуса, потому что он, как обычно, они там не особо вкусные, но всегда очень красивые. Поэтому я набрал там самые красивые помидоры, там лимоны идеального внешнего вида. Весь бюджет на продукты тогда мне обошелся где-то в 25 тысяч рублей. То есть это были такие прям 4-5 пакетов со всякими продуктами, с едой. Также что-то я потратил на какой-то небольшой аквариум в зоомагазине. И также купил духовку нулевую с большим стеклом, такую переносную духовку для запекания круассанов. Также я залил этот фудрил на хостинг Vimeo, и он практически сразу оказался на первой странице в поиске по фразе фудрил. И сейчас он вообще то на первом, то на втором месте на Vimeo в поиске по слову фудрил находится. Поэтому оттуда меня тоже многие замечают, многие находили этот фудрил, видели его. Даже некоторые иностранные режиссеры, когда приезжали в Москву со мной, снимали. Они говорили, да-да, я видел твой фудрил, типа мы знаем кто-то такой. Продюсеры, показывая мой фудрил этим режиссерам, также встречную реакцию получали, что они видели мой рил, типа знают меня. То есть через Vimeo также можно продвигать себя как оператора. Поехали смотреть ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И начинается он вот с кадров с помидорами. Я выбрал самые красивые помидоры в магазине, вот с такими симпатичными зелеными полузавядшими хвостиками. Но на самом деле, несмотря на то, что они такие уже подсохшие, они имели такой сочный зеленый цвет. И в принципе, поскольку я не клиент, я не продаю продукты, мне их внешний вид показался довольно-таки симпатичным, таким натуральным, естественным. Если бы был клиент, конечно, он бы выбирал самые красивые вот эти зеленые хвостики, чтобы они были максимально ровные, никак не изгибались, не имели какую-то некрасивую форму. По свету здесь довольно-таки просто. Я сперва клал в кадр помидоры, выставлял какую-то композицию и смотрел, куда мне разместить свет. Например, мы видим большую площадь помидора, смотрящую в одной плоскости. И, соответственно, я в эту плоскость направлял свой софтбокс, чтобы у меня были красивые вот эти блики в отражении помидора. И второй прибор я ставил на контровой. Также софтбокс, который работал у меня просто откуда-то сзади, недалеко. И вот черный фон, который сзади, это вот я подставлял как раз вот эти черные панели, купленные в Leonardo. Поскольку я снимал это в макро, то есть на какой-то там 85-й объектив, очень хорошо работает в расфокусе передний план. Поэтому по переднему плану я тоже выставлял какие-то другие помидоры, чтобы у меня была глубина. И на заднем плане также у меня были помидоры. То есть если мы снимаем красивый помидор, кладем один помидор на задний план, один на передний. И когда мы даже делаем панорамку какую-то там по помидорам, у нас и передний план движется, и задний план небольшое движение имеет. Потому что камера расположена близко, и сам объектив немножко двигается, как будто на слайдере. Также я здесь использовал там падение какой-то капельки на этот помидор. Просто из пипетки какой-то набирал там стакан пипеткой и брызгал ее на помидор. Вот этот кадр стоял у меня на заставке Foodrilla. И на него обратило внимание европейское агентство, кажется, из Англии, которое занимается подбором и лицензированием стоковых кадров. Вернее, не стоковых, то есть они напрямую связываются с обладателями прав на какие-то кадры и покупают их в европейскую рекламу под запрос клиента. И конкретно вот этот кадр у меня купили в рекламу Кнор для Пэкшота. То есть там был игровой ролик какой-то свой снятый отдельно, но им не хватало кадра для Пэкшота. И они купили у меня этот кадр. И надо сказать, что один только этот кадр принес мне около 10 тысяч евро за лицензирование этого кадра. Ну, за весь период времени. То есть его сразу оплата была 2,5 тысячи евро. Это годовая лицензия, потом они... Годовая лицензия на Европу, потом они расширяли лицензию еще на Африку, там, на Южную Америку, на Россию хотели, но что-то не срослось. Кстати, Россия почему-то самая дешевая была, оценили ее всего в 300 долларов. Вот, но, в общем, цены, ценовой порядки такие. То есть тут секундный кадр из моего фудрила принес мне 10 тысяч евро за весь период и продолжает. То есть если на следующий год они будут продлевать лицензию, после Нового года мне опять придет порядка, там, 2 тысяч евро за продление годовой лицензии. Вот это я к тому, что вложения, свои вложения денег в свое портфолио окупаются тем, что можно продать эти кадры, либо тем, что вы получаете новую работу и, грубо говоря, за первый же гонорар, который я получил, выиграв тендер для компании Lace, для чипсов Lace, и этот гонорар пятикратно окупал вложения мои в этот фудрил. Вот, плюс, когда я снимал этот фудрил, я многому научился. То есть я увидел, как свет работает на продуктах, как отражается он от круглых помидоров, как работает контровой, как цвета сочетаются друг с другом. Многие здесь цвета вообще друг с другом плохо очень сочетаются, поэтому я их потихонечку удалял из фудрила и заменял их новыми кадрами, которые я снимал потом уже после этого. Вот, ну дальше несколько кадров с помидорами. Я решил, что нужно снять такие контрастные прикольные кадры, когда у нас часть кадра, часть предметов прям уходит в глубокий черный цвет, и есть у нас также и яркие какие-то блики, и при этом у нас золотая середина как бы продукта, она в нормальной экспозиции. Ну, так же я поснимал там, в общем, эти помидоры в разных ракурсах, в разных, с разным движением камеры, там, в рапиде, не в рапиде, капельки, не капельки. То есть вот эти капли тоже, это брызгал из пульверизатора, из распылителя, как он называется, не знаю, в общем, добавлял капель, с ними продукт как-то всегда свежее выглядит. Также какой-то вот у меня тут была плошка сзади деревянная. Тоже ее купил, по-моему, в Азбуке или в Икее какой-нибудь, не помню. В общем, реквизит тоже пришлось купить. Вот в этом кадре я побрызгал водичкой просто в slow motion на этих помидорах. Тут у меня схема тоже довольно-таки простая. Во-первых, почему я снимал на черном фоне? Потому что брызги воды, они светлые, их нужно подсвечивать сзади, делать контровой свет, тогда их видно. При этом их очень плохо видно на светлом фоне. То есть получается светлые капли на светлом фоне. Поэтому подставив черный фон, мы получаем светлые капли на черном фоне. Из-за этого их лучше видно. Ну, мне показалось, что сами помидоры будут симпатичнее смотреться, если мы такой черный фон и черный передник помидоров оставим, а подсветим их просто сбоку. Также у меня стояло два контровых софтбокса. Слева и справа. То есть схема довольно-таки простая. Вот видно даже, как они отражаются. Лево и право софтбоксы. Здесь у меня также какие-то отражения есть в помидорах снизу. Мне кажется, это был просто стол белый. Я снимал все на белом столе. То есть у меня лежала доска, и частично стол белый, видимо, отражал просто какой-то свет и давал еще дополнительные блики в столе. Но обычно я, когда такие предметы снимаю, вижу, что снизу предметы черные, темные. Я беру просто лист бумаги А4 или там какую-то белую картонку, полотенце, там все что угодно. И просто кладу рядом на столе, раскладываю. У меня там лежит какой-то предмет, и я рядом кладу какой-то лист бумаги, и он уже имеет какие-то рефлексы, дает на эти предметы. Также я поснимал какие-то там отрезания помидоров. Отрезал, у меня их было в принципе-то немного, штук там, не знаю, 10. И я разрезал многие, и все они практически были некрасивые внутри. То есть обычно на рекламе у нас привозят там целую фуру помидоров, если надо их резать. И очень сложно найти красивый имптор, поэтому ты режешь один, второй, третий, четвертый, пятый, и так вот хоть 50, пока... Ну, ты же не знаешь, какой внутри помидор, как он разрежется, и будет ли он симпатичный. То есть ты режешь наугад. И у меня было всего там 10 помидоров, и, грубо говоря, ни один из них мне не оказался красивым. Поэтому пришлось вставить в рил вот какой-то такой некрасивый помидор. Подкладывал там сзади вот какую-то зеленушку. По свету здесь там два софтбокса, один сбоку, один там какой-то контровой, более яркий. Также там панелькой какой-нибудь там подсвечивал отдельно зелень слева, чтобы она была сочная, яркая. Покидали немножко зелень об пол. Тут тоже на 120 кадрах в секунду пытались какой-то слоу-моушен красивый сделать. У меня были какие-то референсы, я что-то в интернете там находил, как падает салат, там снят на фантом. О фантоме тогда приходилось только мечтать. Поэтому мы снимали 120 кадров в секунду, просто били мокрый пучок салата об доску, и какие-то там брызги летели. Один из кадров, когда мне показал, что в моем портфолио должны быть какие-то кадры именно с брендами, с продуктами, которые имеют там логотипы какие-то, там Coca-Cola, Pepsi, там не знаю. В общем, вот одну я купил бутылку с маслом. Вот также у меня были цветные фаны из Леонардо, просто рулоны бумаги, которые мы раскатывали и прищепками на жесткий каркас крепили. Вот у меня были там зеленые, там коричневые, красные, бежевые, в общем всякие разные. Вот один из них, на мой взгляд, не суперудачное решение здесь использовать зеленый фон, потому что он выглядит как хромакей, который недовырезали. В принципе, этот кадр можно, наверное, использовать сейчас, отправить каким-нибудь графиком, сказать, там, вырежьте мне этот зеленый цвет и вставьте туда какой-нибудь, не знаю, фон кухни, например. Был бы классный кадр. Ну, тут по свету у меня один софтбокс работал слева на струю воды, на бутылку, то есть подсвечивал вот это горлышко. Один софтбокс у меня был там контровой сверху, подсвечивал бутылку сверху, давал какие-то блики в горлышке тоже. И небольшая панелька работала с левой стороны на бутылку, причем правая, правая панелька, она также еще и фон подсвечивала, давала какой-то здесь рисунок. Поскольку все очень близко, бутылка, вот здесь фон, все близко друг к другу стоит и довольно-таки просто одним прибором осветить сразу и фон, и снимаемый объект. Вот пополивали немножко на салат, то есть также купили помидоры черри, вот какой-то сыр, все это выложили на тарелку, листья. И у нас был также крутящийся поворотный стол, по-моему, из Икеи, который вращался вместе с тарелкой. То есть это не камера движется вокруг предметов, а просто вращается тарелка. Поскольку, опять же, у меня не было ни слайдера, ни телеги, ничего такого. Приходилось изобретать вот эти движения с помощью вращающегося стола. Немножко побросали помидоры на хлеб, на мой взгляд. Не супер удачное падение. В общем, какие-то там дубли были более удачные. Опять же, помидоров было очень мало, они заканчивались. Симпатичных долек, ну вот отрезанных этих помидорин вообще практически не было. Вот, ну вот в этом кадре я попробовал изобразить, что как будто бы я снимал рекламу для Pepsi, купил баночку. Там какой-то с предыдущих съемок у меня остался, грубо говоря, нарезанный салат, листья. Вот хлеб симпатичный. И изобразили, что как будто такой пэкшот мы снимаем. На самом деле, ну, ужасная съемка. Вот сейчас смотрю просто. Это некрасивый коричневый фон. Вот, ну тогда понимание, как снимать классную еду, было такое. Что-то получалось хорошо, что-то не очень. Опять же, поснимав этот фудрил, я понял, как работает свет на объектах и так далее. Как вообще снимать стеклянные поверхности, бутылки, стаканы и так далее. Даже если вы, в принципе, получите плохой результат, снимая подобный фудрил, то вы хотя бы чему-то научитесь. То есть попробуйте, поснимайте, у вас не получилось, и вы поняли, да, вот здесь слишком плоский свет. Здесь неправильно свечу в бутылку, потому что она отражает свет некрасиво. Опять же, у меня был довольно-таки высокий стакан, но софтбокс я поставил чуть сверху, и поэтому у меня блик не на всю длину стакана. Сейчас я ставлю большие белые поверхности так, чтобы они отражались во всей длине стакана. Тем более, он тут преломляется внизу. То есть чтобы вот в этой части был блик, большая белая фростовая тряпка должна быть по всей площади вертикальной объекта снимаемого. Все это дело мы выливали в стакан, в лед. Лед настоящий был. Подсняли немножко в 120 кадров струю, всякую пенку в стакане. В принципе, вот здесь я при съемке этого кадра уже понял, что боковые софтбоксы работают хорошо, а спереди, в принципе, ничего светить на стакан, на жидкость не нужно. Получается такой великолепный градиент от светлого к темному и от темного к светлому, чтобы показать объем. Если бы он высветил вот эту часть, у меня бы просто была плоская необъемная жидкость в кадре. Дальше я поснимал немножко отрезание хлеба. Причем у меня даже не было своего какого-то нового ножа хлебного. Я использовал свой старый, он весь какой-то царапанный, в каких-то таких некрасивых коцках. Хотя, если открыть там какую-нибудь рекламу лурпака, у них там вся посуда коцаная, все царапанное, все с каким-то налетом грязного масла там жирного, старого. И все смотрится, ну, очень круто. На мой взгляд, съемка хлеба здесь вообще не особо получилась. Проблема этого кадра, что он слева направо абсолютно плоский, нету градаций тени. То есть, тут надо было бы как-то посветлее сделать, левую часть кадра как-то потемнить, чтобы был переход от светлого к темному. Ну, здесь у меня вышел явный промах. Но зато я научился, понял, как правильно делать, что плоский свет, он некрасивый, что нужно всегда объем добавлять. Дальше я поснимал пивную бутылку, какая-то бутылка с козлом. Я поснимал ее просто повороты, также на поворотном столе. Из крышечки, кстати, как будто ее только что открыли, выходит вот этот дымок. Вот, на самом деле, это сигаретный дым, который мы просто сигаретой туда задували, закрывали рукой бутылку и в момент там отпускали, и оттуда выходил дымок. Какой-то, на мой взгляд, не суперкрасивый кадр с наливанием жидкости в стакан. Это вообще хрень полная. При первой же возможности эти кадры удалил. Ну, тут боковые кадры симпатичные получились на просвет. У нас там какой-то свет такой полуконтровой, боковой полуконтровой был. То есть, он проходил сквозь капельки, подсвечивал стакан изнутри. И вообще, когда снимаешь какой-то сок цветной, там, яркий, жидкость нужно подсвечивать сзади, чтобы свет пробивал ее сквозь бутылку. И тогда она становится еще более яркая, более насыщенная, более светлая. Супер ужасный какой-то кадр с макаронами. Опять же, какой-то плоский свет, просто заливающий всю поверхность. Нужно было, опять же, светить как-то сбоку, чтобы вот эта часть была яркая. А вот эти боковинки были полностью в темноте. Тогда был бы объем. Здесь бы какую-то тоже тенюшку бросить, чтобы не все, не вся белая тряпка так высвечивалась слишком ярко. На мой взгляд, еще не супер, не супер тут удачно работает черный фон. У нас тут белая тряпка и черный фон, как-то они слишком контрастно выглядят. Такой вот кадр с йогуртом и какой-то присыпкой сладкой. Вот это то, что вообще очень легко снять. То есть снять, как ложка зачерпывает небольшое количество йогурта, вам для этого ничего не нужно. Вот открыли банку с йогуртом, чем-то ее присыпали или разгладили, чтобы ровно было. Все, поставили какой-то там контровой свет, ложку взяли и подняли. То есть его можно получить в бытовых условиях довольно-таки красивый. Вам не нужно много света, это вообще можно подсветить там какой-то небольшой панелькой. Это супер макро. Вам нужен только макрообъектив, который тоже не проблема. Я вот снимаю с фотообъективами, их тоже не проблема как бы раздобыть. Вот что здесь, на мой взгляд, неправильно. Это то, что я светил как бы от камеры. То есть у меня работал какой-то софтбокс, светящий прямо от камеры. Мне нужно было делать верхний контровой свет, чтобы у меня вот эта часть уходила в тень. И тогда у меня был бы переход от светлого к темному. А тут получается, что все залито, все светится. И такой же, на мой взгляд, скучный получился и задний фон, потому что он очень близок по яркости к снимаемому объекту. То есть он должен был быть либо еще темнее, либо вообще немножко другого цвета. На мой взгляд, неплохо получились вот эти кадры с боржоми. Это такой тоже из Leonardo Fon. Он серебристый. То есть там есть два типа бумаги. Один это серебристый и один золотистый такой цвет. И вот эту серебристую бумагу, мы ее просто согнули как циклорама. Поставили стакан, бутылку и подсветили. Не помню, что тут по свету было. Мне кажется, какой-то один боковой, один там какой-то, я не знаю, контровой. Вот, ну и, в общем, прикольно, это серебристый вот этот фон работает именно с белым стаканом, с белой жидкостью, с прозрачной белой бутылкой. Он, во-первых, дает какие-то прикольные рефлексы, отражения. Плюс он сам по себе является как источник света. То есть мы светим в этот серебристый отражатель, и свет от него отражается еще и на объекты. Подсвечивает их снизу. Вот, покидал немножко яиц в муку. Ну, для 120 кадров в секунду это довольно-таки скучный получается кадр. Его, конечно, нужно снимать на фантом в 1000 фпс, тогда это будет зрелищно. Вот, также здесь, на мой взгляд, большая ошибка использовать белую муку и снимать ее на черном фоне. То есть черный фон здесь абсолютно слишком сильно контрастирует с мукой. Нужно было либо ракурс поискать немножко другой, чтобы было больше доски сзади видно, или там какие-то детали, объекты цветные сзади поставить, тоже коричневые. В общем, что-то, чтобы не было такого прям черноты. Ну, и свет, конечно, нужно было бы делать здесь также какой-то контровой верхний софтбокс. Может быть, еще там один какой-то сбоку, тоже боковой или контровой. Но всячески добиваться того, чтобы у нас вот эта часть была бы в тени, таким образом, чтобы мы получили опять переход от светлого к темному. Потому что это у нас как бы объемная куча муки, но она смотрится просто как плоский ровный объект, поскольку освещена равномерно со всех сторон. А объем считывается только тогда, когда объект освещен неравномерно. То есть когда у него одна сторона светлая, другая темная. Вот, ну, покидал лимон. То есть тут лимон просто уже заранее разрезан, разрезаны дольки и соединены обратно в целый лимон. Просто отпускаешь, он падает, и они разваливаются. Также тут, на мой взгляд, не очень хорошо работает зеленый фон. Вообще зеленый фон всегда смотрится как хромакей. Лучше от него отказаться, если, ну, это у вас какая-то стилистическая художественная задумка такая. Не самая красивая какая-то тут поверхность, на которую это все падает. В общем, сам по себе кадр отстойный. Поэтому тоже быстро очень был заменен на другие, более хорошие кадры. Подавили лимончик. То есть мы снимали такие клишированные кадры, которые я просто находил в интернете. И такой, о, это я могу снять. Как рука дает лимон. Элементарно, ничего сложного. Вот, это кадр, насколько я помню, я его подсмотрел у кого-то. То есть это переснятый кадр из какой-то чужой работы. Вот, я просто, мне интересно было повторить, как это работает, как работает свет. То есть лимон макается в мед и достается, и с него как бы стекается эта жидкость. И все это снимается на контровом свете. В этом кадре у нас макарошки падают в воду. На мой взгляд, он тоже не получился. Во-первых, потому что такой отстойный черный фон. В принципе, он мог бы быть черным, все окно. В этом кадре немножко не хватило мне света, либо я не доэкспонировал. Но, в общем, здесь видно шумы какие-то неприятные. Нужно было, конечно, с этим кадром немножко еще подзаморочиться. Но надо понимать, что вы бросаете макароны из пачки, и все, у вас больше нет макарон, нет пачки. Вам нужна еще одна пачка, и еще одна, и так далее. То есть мы, не распыляя бюджет, купили пару пачек макарон, сделали два дубля, и все. И двинулись дальше, потому что у нас нет возможности снимать 100 пачек макарон. Опять же, мы за свои деньги все это делали. То есть в какие-то хлопья молока полили. Тоже, на мой взгляд, очень плохо смотрится здесь желтая миска, которая великолепно смотрелась с помидорами, с красными. Но желтая миска с желтыми хлопьями смотрится отстойно. То есть нужна была либо белая миска, чтобы у нас объекты на белом фоне хорошо выделялись, либо, в общем, коричневый оттенок мог бы быть, но немножко другой, такой более темный. То есть темно-коричневый и светло-желтый хорошо бы сочетались. Вот этот кадр классный с вываливающимися пельменями. До сих пор в моем риле. То есть я его не удаляю, потому что он мне супер нравится. Я вырезал дно у пачки с пельменями, надел эту пачку на объектив, поднял камеру немножко вверх, навалил туда эти пельмени, поставил кастрюлю и, наклоняя камеру по штативу вниз, соответственно, у меня эти пельмени все вываливались в кастрюлю. И поскольку свет был контровой, а то, что было внутри пачки, была полная темень, и как раз поменяло мое представление в голове о том, почему свет должен быть контровым. Потому что объем, контраст, появляется переход от темного к светлому. И вот этот кадр до сих пор я его оставляю в риле, хотя тут царапанные стенки упаковки, некрасивые пельмени, я их не подбирал. Какие были пельмени в пачке, такие и вываливал. Обычно на рекламе каждую пельмешку из пачки одну выбирают красивую, остальные выбрасывают и набирают, грубо говоря, пачку из идеальных пельменей. У меня тут все не идеально. Вот так же побросали в аквариум перчики на белом, с белым фоном. То есть мы с черным фоном попробовали, с белым. Смотрится по-разному. И напоследок остались кадры с запеканием куросанов. То есть это таймлапс, который я поставил прямо перед стеклом духовки камеру. Я поставил там один кадр в секунду и она там снимала, грубо говоря, 30-40 минут, пока они там поднимаются. Может, даже быстрее, я уже не помню. Может, они и 15 минут поднимались. Ну, этот кадр ускорил. Получился таймлапс на запекание. Потом я уже, когда снимал рекламу «Хрустим», где запекались сухарики, я уже эту технологию использовал, потому что уже, в принципе, снимал это дома, попробовал и знал, как это работает. Этим видео я хотел показать, что можно прорваться в рекламную съемку и в домашних условиях, плюс еще и заработать денег на этом. То есть что я получил, сняв такой фудрил себе? Во-первых, он до сих пор на первом, на втором месте на Vimeo в запросе фудрил. Он меня рекламирует как оператора. Также на Vimeo есть возможность перезакачивать файл. То есть у меня появляются новые кадры, я их перемонтирую, убираю из фудрила какие-то старые ненужные кадры, добавляю туда новые и перезаливаю его опять на Vimeo. То есть вся страничка с видео остается та же самая, но сам видеофайл подменяется на ней. То есть в поиске и количество просмотров все остается прежнее. И таким образом я поддерживаю свой фудрил в актуальном состоянии. Также я получил опыт съемки продуктов и с аквариумом, и с запеканием, и со слоумоушеном, и в контрастном свете, и с брызгами, с каплями, со всем. Посмотрел, как разные объекты в разном свете выглядят. У меня появилось широкое понимание съемки вообще тейблтопа, продуктов, еды. И самое главное того, что для съемки еды не нужно много света, я имею в виду по количеству. Иногда нужно мощно светить, потому что ты снимаешь слоумоушен. Но это не обязательно должно быть 10-15 источников света в кадре. Достаточно иногда одного источника и какого-нибудь листа бумаги, чтобы отразить свет на снимаемый объект, и уже становится красиво. Также у меня купили один из кадров в европейскую рекламу. Это принесло мне деньги. Ну и, конечно же, это новые заказы. То есть я вложил там какую-то иную сумму средств, которая окупилась после того, как мне начали поступать уже рекламные предложения. Этот фудрил начал рекламировать меня как оператора. Многие из этих кадров до сих пор в моем фудриле. Я, конечно, ссылочку на него оставляю в описании. Можете увидеть, что там много кадров с помидорами, остались пельмени. Но остальные кадры я потихонечку заменяю на более свежие, более актуальные, более красивые. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Увидимся в следующем выпуске. Всем до новых встреч. Пока.